Если повар – самая вкусная профессия, то кондитер – самая сладкая и креативная, добавляет Наталья Гончарук. Пока у всех девочек хобби были куклы, рисование или вокал, она часами проводила время на кухне, стараясь любое, даже самое простое блюдо, сделать красивым. Но больше всего, признается, привлекала выпечка. И вот, 10 лет назад Наталья окончила курсы кондитера. С третьего разряда достаточно быстро получила шестой. Теперь она не просто выпекает торты, она им добавляет тот самый шарм, который делает их бесподобными. Для меня, наверное, сложным нету ничего. Я могу как рисовать, так и лепить, строить. Нам приходится делать все. Единственное, что мы должны подходить с любовью к своей профессии. У нас настолько кропотливый труд, в нашем деле нужно терпение. Любовь и терпение, чтобы покупатель остался доволен нашей работой. За время работы, признается Наталья, она не перестала любить торты. Впрочем, как и все сладко. Стала иначе к ним относиться, но скорее к их декору. Все-таки профессиональную оценку сложно убрать. Тем более, она не просто кондитер, а победитель и призер многочисленных кулинарных конкурсов и фестивалей. Из последнего и, пожалуй, самого знакового, серебро на Всемирной кулинарной олимпиаде в Германии в феврале этого года. Она проходит раз в четыре года. Наталья была в составе белорусской сборной, что уже своего рода большая победа. Да и вернулась наша команда с внушительными результатами. Девять золотых, пять серебряных медалей и две бронзы – это больше, чем в прошлую олимпиаду почти в два раза. Мы ездим, мы видим новые направления, мы с людьми знакомимся, мы с людьми общаемся, мы немножко узнаем их технику, из чего они делают, как они делают. Поэтому нам это очень полезно, чтобы мы смогли применить в своей работе. Мы были на курсах и по пряникам, по художественной отделке пряников, также мы были на курсах по изготовлению сахарных цветов в английской технике. Гродный хлеб прам выпускает более 260 наименований кондитерской продукции. Значительная часть – это торты. На разный вкус и цвет, вес и калорийность. Декор только из натуральных продуктов. В основном это мастика, которая прочно держит первые строчки в выборе и клиентов, и кондитеров. Из нее можно слепить самые сложные элементы, которые потом можно и съесть. Предприятие «Гродный хлеб пром» тщательно следит за спросом, чтобы своевременно реагировать на вкусы потребителей новой продукции. У нас есть линейка домашних сладостей. Это сладости мучные орешки с вареной сгущенкой на основе натурального сгущенного молока. Шишки с шоколадной начинкой тоже на основе вареного молока сгущенного. Также пользуются спросом сладости мучные и удачные, зерновой посыпкой, где тот же кунжут, арахис и семена тыквы. В этом году у нас были разработаны торты сметанно-маковый новый, торт йогурт фреш и шоколадно-малиновый. Это последние наши новинки, которые пользуются спросом. Международный день торта – это не столько праздник этого десерта, сколько хороший повод встретиться со своими родными и близкими или вовсе найти новое знакомство. А с вкусным тортом сделать это гораздо проще и приятнее. Тем более «Гродный хлеб пром» всегда готов добавить вашим встречам немного сладкого удовольствия. Яна Мельниченко, Андрей Шиповалов. Новости «Гродный плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова